привет друзья с вами четвертый сезон выпусков подкасты нету место и напоминаю что он на классных людях нашего города и их инициатива и сегодня у нас гостях павел павел занимается пинхол фотографии и фотоаппаратный пинхол том числе и сегодня мы немножко узнаем о том что это вообще такое потому что для меня например до недавнего времени пинхол фотография была непонятной неизвестной и возможно для кого-то из вас тоже пока что это направление незнакомо вот павел у нас чтобы познакомить привет еще раз приветствую расскажи пожалуйста сначала о том как ты вообще пришел к пинхол фотографии как-то узнал о том что это такое пришел случайно и узнал тоже случайно то есть узнал я через через пришел получается что это достаточно долгое время до до моего прихода в пинхол фотографировал сначала на цифру потом цифра надоело начал фотографировать на пленку но было такое ощущение что это все равно что-то не то то есть ты залазишь в интернете там вконтакте в то время было модно смотришь в группах эти фотки и ну то есть ощущение что это не тонны и начинаешь короче копать копаешь 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 и приходишь мысль о том что тебе идеально было бы делать один кадр вместо того что ты заряжаешь в пленку 36 кадров или там за 4 там 12 ты их щелкаешь у тебя со всей пленки получается там 3-4 это максимум хороших снимков вот остальное идет в утиль и навсегда остается в диске который в конце концов потеряется вот и и как-то вечером сидя я просто-напросто подумал что из картона было бы неплохо слепить какую-нибудь коробочку зарядить туда фотобумагу тогда я уже откуда-то знал что есть такой пинхол и что есть там отверстие отверстие сделал неправильно отверстие сделал в картоне то есть все это было так по наитию без обезваживания без студирования интернета ну и у меня получилось моя первая коробочка 10 на 10 сантиметров получилось плохо потому что я не знал что я делал то есть я я приблизительно понимал что я делаю но но я не знал что такое вот и потом уже пришлось залезть в интернет посмотреть чего делается отверстие что отверстие делается из металла делается желательно не булавкой толстон таким сверлом ну и в общем эта коробочка у меня в конце концов получилось и это был год две тысячи наверное шестнадцатый начало год 2016 у меня получился первый серьезный снимок который я в ванной сам проявил там прекрасном освещении и это меня устроило то что устроило то мне впечатлило и это впечатление осталось со мной наверное до сих пор а когда вообще вот ты говоришь сначала снимал на цифрофт аппарат на мыльницу обыкновенную не мыльница у меня была тогда модная зеркалка себе купил в конфискате зеркалку и это было это было увлекался фотографией давно то есть ты помнишь те времена когда зеркалка это был статус это да это лучше было у тебя зеркалка ты фотограф а ты сфотографируешь мою свадьбу и подобное что-нибудь такое вот сейчас зеркалка такое да я помню время это было очень круто и в общем то я с тех пор просто не интересовалась я до сих пор наверное тоже могу сказать что зеркалка это круто потому что помню давно лет не знаю там семь или сколько больше назад вот у меня еще та информация о том вот это вот были первые зеркалки это у меня был sd 400 он до сих пор у меня лежит я им фотографирую фотоаппараты вот ну со временем интерес к цифре пропал не знаю захотелось чего-то более живого ты говоришь что смотрел в группах вконтакте фотографии понимал что это что-то не то понятно что группа вконтакте там есть там определенные авторы которые хорошо владеют фотошопом там lightroom и прочими прочими там программными фильтрами и создают шедевры ну и кроме этого у них действительно есть какой-то свой художественный вкус когда они делают кадры они там правильно компоновку подбирают и так далее так далее вот наверное это послужило тому что большинство подростков как и я сразу ринулись к родителям мама купи мне зеркалку купи мне зеркалку вот и и потом эти зеркалки на куфоре продаются до сих пор ну так их потерял вход мыслей а как ты пришел к тому что ну как ты понял что вот нужна необычная камера что-то другое ну вот я говорю что у меня было уже я купил себе профессиональную никогда не покупайте профессиональную технику я купил себе профессиональную пленочную с 1 из японии зарядила она была шикарная она была тяжеленная такая мечта любого констоправа поступать не гор простят вот тяжеленная огромная металлическая камера с батарейным блоком с нормальным объективом со вспышкой все профессионал на щелкал 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 ну да она круто но но что-то не то что то не так потому что как я говорил что это надо четко некоторое количество кадров для того чтобы не потом пойти проявить и и ну и это превращается в такое накопление а мне это не нравилось я решил сделать фотоаппарат который будет делать один единственный кадр я тогда работал в эвересте в печати у меня был доступ к картону я набрал себе черного картона слипил себе эту камеру и вот первый кадр был шикарен я фотографировал с багажника своего автомобиля какую-то там пасторальную картинку получается там церковь вдалеке в деревне получилось шикарно получилось я просто когда проявлял вот это все в ванной ну это было лучшее что случилось наверно в то время со мной инициация инициация то есть первое первый 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 опыт который ты получаешь в чем-либо вот то как ты получил этот опыт наверное влияет на тебя наиболее всего для меня на самом деле пинг-холл фотографии до сих пор удивительные для меня это чудеса физики я вот не знаю я поняла как это работает но для меня все равно удивительно как это работает я туда предлагаю показать нашим зрителям камеру немножко рассказать о том как настроено хорошо но это уже не совсем та камера с которой я начал это уже сделано методом 3d печати и лазерной резки и еще тут пару технологий есть но смысл заключается в том что есть в камере очень тонкое отверстие в данном случае нам 15 миллиметров и есть собственно сама камера то есть темная не света непроницаемая камера куда помещается опять же в данном случае пленка первая камера была под бумагу и пленка протягивается здесь и вот этот слой фотоэмульсии который обращен к этому окошку он закрыт других воздействий и когда мы открываем затвор свет через это тонкое отверстие попадает на пленку и там дальше уже происходят химические процессы выпадания серебра и так далее так далее я если честно сам в это толком не вникал потому что мне это не сильно интересно ну и в общем изображение там каким-то образом изображение там каким-то образом запечатлевается ну а потом надо эту пленку обработать то есть проявить там опять же в темной комнате проявитель фиксаж разъем это вот это вот это вот это отверстие а это отверстие отверстие да это вот очень маленькая это через него попадая до через него попадают вот вот там я не знаю наверное будет не видно сейчас золотая . а в ней еще но вот наверное эта дырочка меньше чем это иголки получается 0,15 в данном случае это отверстие проделанное лазером это уже тоже технологическое такое технологический прорыв а это просто а это перемотка уже пленки вы отсняли кадр и получается что при помощи этого рычага перематываете смотрите в окошко какой там кадр перематывается перемотали и снова можете делать снимок а то есть я в окошко посмотрела не так это и не такая глупая да что если посмотрела так вы ничего не увидите там и такая бумажная специальная защита пленки называется ракорд который защищает пленку именно вот в этом случае когда вы проматываете и ищите свой кадр от засвета то есть она светонепроницаемая там еще можно красное стеклышко поставить но я так и не понял зачем эти красные стеклышки мне как-то никто не объяснил я такой человек который если если что-то сильно не подгорает то я как бы из информации не ищу получается ну вот да теперь ты уже делаешь камеры на таком более профессиональном уровне на пин холл камеры правильно но я делаю только пин холл камеры это твоя основная деятельность да а как ты пришел к изготовлению камеры вот тогда первое получилось а ну я еще раз повторюсь я работал в эвересте то есть я работал долгое время работал в рекламе и работа с пластиками и тогда сюда клея клея тогда появилась появились лазеры я увидел как лазер держит фанеру мне это впечатлило это это мне очень-очень так завлекло мне понравилось вышел на лазерщиков это когда уже начал делать камеры первые камеры начал делать из фанеры которые уже пошли на продажу уже не для себя вот начал делать из фанеры чертеж обычно в корр или накидал там то есть поскольку я рекламщик то корр я тоже хорошо знаю ну и и вот так вот пошло что брал чертеж отдавал мне вырезали я приходил домой там или там мастерской склеивал шлифовал был тогда еще такой доступен доступен тогда доступна была тогда такая площадка для белорусов эти сейчас она закрылась для белорусов закрылась вот я там выставлял и как-то однажды помню это был наверное февраль семнадцатого года что такое сидел дома вам заказ вау кому-то это надо но оказалось что кому-то это надо то есть начало когда начинал это было просто скорее энтузиазм интерес не хотелось просто дело в том что когда я начинал производителей пинхол камер было ну пересчитать по пальцам руки хорошего фрезеровщика там их вообще почти не было то есть было там человека 3-4 сейчас конечно конкуренция выросла очень актуальный товар очень актуальная тема пинхол и то есть я думаю что в скором времени это будет точно так же актуально как ломография а ломография это что такое ломография это такая альтернативная сторона фотографии когда люди берут изначально плохую камеру изначально плохую пленку и начинают есть снимать это все получается ужасное но от этого красивая я поняла а расскажи еще пожалуйста вот про пинхол именно процесс создания фотографии ну вот мы поняли там отражается свет вот это маленькая кошечка его открыть я знаю что надо долго держать камеру зависит от фото носителя который фото элемент ну от того на что ты проецируешь свое изображение если это какая-нибудь высокоскоростная пленка там допустим 800 то ясный солнечный день нужно будет использовать фотофильтры для того чтобы уменьшить этот световой поток так что нет как скажу правильно если вы фотографируете на фотобумагу да выдержки будут огромные если вы фотографируете на пленку хорошую качественную свежую современную пленку а не так как я люблю фотографировать на пленку которая старше меня и бумагу тоже это выдержки будут соответствующие а если временной промежуток то вот сравнить сколько времени надо на фотобумагу например сколько времени на хорошую пленку но если возьмем такую средненькую фотобумагу, хорошо сохранившуюся Бромэкспресс какой-нибудь первый. Но я думаю, что в солнечный день минут трех достаточно будет. Опять же, нету какого-то, ну то есть есть экспонометр, есть куча приспособлений, которые я тоже сам делаю для того, чтобы замерять экспозицию. Но обычно хороший фотограф делается на глазах, так, еще минутку, еще минутку подождем. Ну и еще плюс бумаги, это отличие основной бумаги, что когда ты ее проявляешь, ты делаешь это прекрасным освещением и ты видишь, как бумага начинает прорабатываться. Ты в любой момент можешь ее выдернуть и зафиксировать или наоборот перетянуть для того, чтобы увидеть, что там дальше будет. Ну вот как-то так. С пленкой, конечно, такие фокусы не прокатывают. С пленкой надо уже более аккуратно работать. Так, значит, получается, если эта фотобумага она также вставляется вместо пленки внутрь фотоаппарата и сразу у тебя получается она отпечатывается, проявляется прекрасное освещение, у тебя сразу есть фотография, да? Негатив. Негатив? Негатив. Любая фотография получается в негативе. Есть, конечно, позитивные и пленки, и фотобумага, но на просторах Беларуси это не достать. Стоит это дорого, и я в этом не вижу смысла. А, то есть пинт-холл, эта камера может фотографировать и цветную фотографию? Да, пожалуйста. Это тот же самый фотоаппарат, только он настолько упрощен, он максимально упрощен, в нем нет линз, в нем нет там высокоскоростного затвора, в нем нет перемотки, в нем нет ничего, кроме фотоаппарата. То есть это есть фотоаппарат в самом своем изначальном виде. Получается, первый фотоаппарат... А, там же первый фотоаппарат был человек... Да, да, да. То есть это преломление лучей, когда там через объектив преломляются лучи, там под прямым углом и так далее. Так вот оно как работало. Да, 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 да. То есть ничего архисложного здесь нет, просто... Я не понимаю, как оно получается цветной. Цветной? Ну, там уже химия работает, там уже куча-куча химических процессов. Это же не просто серебряная печать, да, получается, не серебряная пленка. Тут галогены серебра в черно-белой пленке. Они переходят в металлическое состояние. Ну, я всю химию не буду рассказывать, потому что я не знаю. Вот. А в цветной пленке там уже совершенно другие вещества. А, то есть в самой пленке есть какие-то вещества? В самой пленке фотоаппарату вообще все равно на что фотографировать, что в него заправлять. Главное, чтобы оно имело свойство запечатлевать на себе изображение. Фотобумага может быть только черно-белая или цветная тоже? Черно-белая, цветная. Но я на цветную фотобумагу как-то и не видел, чтобы кто-то фотографировал. А как проявляется, происходит процесс проявления пленки? Пленка. Хорошо. Пленка, короче, она есть двух видов. Обычно самых распространенных двух видов это 120 и 135 формат. Эта камера сделана под более старый, но все еще распространенный 120 формат. Пленка, когда вы ее все отсняли, она сматывается в рулончик. Ну и вы с этим рулончиком идете в комнату. Там должен быть такой бычок специальный называется корекс. в темной комнате вот так вот проклиная все его наматываете, вставляете, закрываете, потом заливаете водой, если это необходимо. Там обычно в широких пленках есть специальный фильтр, он смывается водой, там сливаешь воду, он там синенькая или желтенькая. Вот. Потом заливается проявитель, выдерживается определенное время, которое вам нужно, там допустим пять минут при разбавлении, там если родинал один плюс пятьдесят, там допустим. А проявитель это специальная жидкость? Это специальное вещество, которое переводит вот это вот серебро, которое было обработано светом в стабильное состояние. Угу. Вот. А потом вы сливаете проявитель и уже фиксируете. То есть афиксаж вымывает то серебро, которое не было обработано светом. Угу. И вот получается, что вот если взять пленку, она прозрачная, а на ней негатив. вот то, что черное, это тот свет, который попадал на пленку. Получается так. Ну да, вроде бы понятно. И тогда оно, как потом сделать бумаги? А, бумаги? Тут уже сложнее. Я уже этим не занимаюсь. У меня был фотовеличитель, я его, слава богу, отдал. Кому я его отдал? Кому я его отдал? Кому-то я отдал свой фотовеличитель. У меня был фотовеличитель, который в свое время мне кто-то отдал, но я чего-то не понял. Ну, мне не зашло. Вот. Я брал пленку, заряжал фотовеличитель, проецировал это все в рамке на фотобумагу и опять же тоже цикл проявитель, промывка, проявитель, закрепитель, промывка. Так, проявитель, что это такое? Проявитель это проявляющее вещество. Оно работает одинаково как и для бумаги, так и пленки. А вот... Бумаги точно тоже серебро, только его меньше. А еще проецирует это что? Проецирует это получается фотовеличитель, это такая колба, в нее вставляется негатив в рамке специальной и в колбе стоит лампочка и лампочка испускает пучок света, который через конденсор и через линзу проходит, то есть через конденсор попадает на негатив, через линзу проходит, преломляется и уже в четком, ну как установишь, в четком виде попадает на носитель, на фотобумагу и запечатлевается там. Ну вот в общем это надо один раз увидеть, а лучше всего один раз попробовать и тогда все станет на свои места. Я думаю, интересно, кто додумался до этого изобретения? Ну это, наверное, было не от сладкой жизни. Сейчас все происходит гораздо проще. Сейчас нажал на кнопочку и тебе 300 копий в минуту. Да, сейчас как-то... Может качество другое будет, потому что я знаю, что качество оптической печати по-моему еще так и не достигли при помощи там цифровой печати либо какой-либо другой. А насколько резким качественным может быть снимок на пенхолл-камеру? Ну, определенная мыльность все равно будет присутствовать, даже если у тебя там химически обработанное отверстие, даже если у тебя суперпленка, даже если у тебя суперусловие, все равно вот эта вот мыльноватость, она и будет присутствовать, потому что лучи света рассеиваются не так, как бы мы хотели. Ну и это прелесть. Это не баг, это фича пинхола. Это вот то, что привлекает людей, что изображение получается такое мутноватое с задумочкой. Ну, я видела изображение, которое сделано на камеру пинхола, причем даже на самодельные камеры. Вот этот проект, который был с клубным домом, там, где ребята сами делали камеры. А вообще, вот если делать камеру пинхола своими руками. Кто-то захочет, может заказать у тебя, но если делать самостоятельно, расскажи, пожалуйста, что это за процесс, что для этого надо? Для этого надо любая... Начнем с банки. Начнем с небольшой баночки, можно из-под кофе, можно из-под пива. Главное, чтобы она герметически закрывалась, и потом ее можно было... герметично закрывалась, и потом ее можно было открыть. Внутрь помещения... А, так, нет, еще до помещения рано. Нужно иметь иголочку, желательно сверло, очень тонкое, желательно там... чем тоньше, тем лучше. И... кусок фольги. Так, начнем с этого. Аккуратно просверлим фольгу, взять мелкую наждачку, там, какую-нибудь тысячную, затереть края, чтобы вот эти вот ворсинки, которые... заусенецы, которые после сверления останутся, чтобы их убрать. Потом это отверстие в кусочке фольги надо приклеить внутри банки, но перед этим... Надо было бы зарисовать, наверное, нет? У нас нет инструмента. Ну, перед этим надо просверлить отверстие уже непосредственно в самой банке, и уже в это отверстие, получается, изнутри вставить в нашу фольгу просверленную, там, скотчем приклеить или что-нибудь таким, чтобы она там держалась. А, еще одно условие. Банка должна быть черная, потому что если банка будет серебристого, там, лучи будут отражаться, и получится каша. Вот. Банка обязательно должна быть зачернена. Это отверстие и банка, и все. И внутрь фотобумагу вставить. Желательно эмульсии к отверстию, потому что ничего не получится. Ага. Значит, банка, фольга, фотобумага, отверстие в банке маленькое. Да. Ну, можно уже изловчиться и уже непосредственно в самой банке просверлить. Ну, можно и так сделать. Ага. И отверстие должно быть закрыто непосредственно до момента... Да, да. Черный, черный, черный изолент. Черный изолент заклеить. Обязательно. Заклеить, и мы отклеиваем, и мы неподвижно держим камеру какое-то время, ну, вот несколько минут. Ну, есть умельцы, которые там, шевелят камеру, есть умельцы, которые там... Я тоже экспериментировал. Ставят там, допустим, приходишь с камерой в супермаркет, кладешь камеру в тележку и гуляешь себе с этой камерой. Вот. И получается, что тележка и частично твои руки, ну, и там, может быть, элементы тебя остаются в кадре, остальное все разбитое. Пин-холл не имеет каких-либо правил. Кроме того, что должно быть герметично закрыто, и свет должен попадать только через отверстие. Это интересно. Проводишь ли ты какое-то, может быть, обучение для тех, кто хочет научиться? Нет, я стараюсь не проводить. Но мне кажется, что здесь и нет смысла проводить. То есть сейчас вот ребята из клубного дома взялись за это дело, часть им хвала, поэтому, наверное, святое место, как говорится, пусто не бывает, и слава богу. Да, да, да. У ребят было... И обучение было, в общем-то, такое? Да, у них и обучение было, кстати. Я был даже на нескольких фотовылазках по городу, там, в Базии, фотографировали. Ты был со своей камерой? Я был со своей камерой, но у меня была проблема в том, что была очень старая фотобумага, сомшит, сомшит. Вот. Была старая бумага, и она не сработала. То есть, ну, увы, увы, в нашей стране тяжело с хорошими фотоматериалами. И поэтому мы пользуемся, ну, в основном, совком, в основном, советской фотобумагой, в основном, советской пленкой. Но, с другой стороны, я общаюсь много с людьми из Европы, из Америки, и они часто спрашивают, вау, а что это за эффект, а что это такое? Но я-то, честно говорю, что эта бумага плавала в подвале, когда его затопило нечистотами, и тут немножко вылезла, ну, заплесневела она. Ух, аккуратно. Ну, такое. То есть, ну, им тоже прикольно. А мне интересно, а почему ты выбираешь именно вот фотобумагу старую? Ну, а у меня нет выбора. Ну, то есть, нет, ну, платить там сейчас уже очень большое. Раньше было дорого, а сейчас очень дорого. за то, что у меня, в принципе, лежит целый чемодан. Ну, она такая, да, такая она со своим характером бумажка. Просто потому, что последний раз, когда я гулял с фотоклубом, мне эта бумага попалась, я еще не знал, что это за она. Сто листов я такой взял, там, вот этих пар листов, нарезал, там, зарядил камеру. Ну, увы, не получилось. Такое тоже бывает. А, получается, у тебя фотобумага... Ну, у меня много бумаги, да. Я коллекционирую, я коллекционирую, там, на куфоре скупаю иногда, если мне надо. Вот. Иногда просто мне отдают, иногда, там, меняюсь на что-то и так далее. Угу. Получается, фотобумага тебе, не знаю, пришла, досталась? Ну, да, да, да. Это та фотобумага, которая сам шит. Было объявление, отдам даром. Отдавали кучу всякого фотобарахла, включая какой-то советский фотовеличитель. И среди всего этого барахла была фотобумага, увы, умершая. Был штатив, такой фэт, который на ступствене. И еще там пару-пару-пару плюшек. А, и, по-моему, кюветы были. Очень полезная вещь. Так что, не гнушаюсь собирать такие вещи, конечно же. Ну, да, ты просто понимаешь, что ты сейчас назвал каких-то несколько слов, я из них не все поняла. Это такие мисочки, в которых проявляется то есть там фотохимия, плавает, и ты уже в этой фотохимии проявляешь свою фотографию. Я поняла. Смотри, хочу вернуться к камере. Здесь написано «Раница». Да, «Раница». Это называется твои камеры. Да. А расскажи, пожалуйста, немножко подробнее о том, как ты их изготавливаешь. Потому что сказал, здесь есть и 3D-печать, и лазером что-то вырезается. Ну, вот корпус сам напечатан на 3D-принтере, но это прототип. Современные вот эти свои камеры я сейчас собираюсь, как собираюсь, я уже начал отливать из пластика. То есть они сейчас… Вот это 3D-принтером напечатано? Да, это пластик спечатан на 3D-принтере. Ну, и можно даже заметить, что он такой, имеет направление хода дюзы. Да. Ну вот. А сейчас вот этот прототип я как бы отработал и буду, наверное, если получится, отливать корпуса из пластика непосредственно у себя в мастерской. Ну, от фанеры, да, немножко отхожу, но я ее не бросаю, она все равно остается в этих фотоаппаратах. То есть, наверное, меня даже знают по фанере в мире. Потому что больше, наверное, фанерных, вот чисто фанерных фотоаппаратов я как-то и не видел. А вот это уже лазером вырезано? Да, лазером вырезанная фанера. Угу. Так, фанера и печать на 3D-принтере. А что ты делаешь самое, что заказываешь? Заказываю магниты. Магниты. Что еще заказываю? А магниты куда нужны? Магниты нужны для того, чтобы корпус. Вот здесь магниты и у вас тоже. А, это магниты? Да, это магниты. Для того, чтобы корпус не разъехался. А, то есть корпус закрывается на магнитах. Я просто подумала, что это гвоздики. Так, что еще покупаю? Заказываю отверстие сейчас на лазере. Твердотельным лазером специальным вырезают. Мне очень точно и очень красиво отверстие. Вот такое малюсенькое. Да, 0,15. Ну, я делал раньше это самостоятельно при помощи сверил. но это такое. Но скорее больше мука, чем производственный процесс. Вот. Окей. Ну, фактически все. Ханмейт. И хочешь теперь перейти с 3D-принтера на... Ну, 3D-принтер это такая технология для прототипирования. Если печатать постоянно элементы камня. Ну, это очень долго. То есть, это дня три, наверное, печатал это все. Для одного фотоаппарата? Да. Три дня? Ну, там, естественно, семья не даст мне печатать там после 10 вечера. Ну, то есть, с утра встал там, взрядил. Ну, это слишком долго. И, ну, 3D-принтер это не универсальная технология. Все-таки у него тоже есть свои сбои, свои какие-то... Запах пластмассы. Да? Да. Вот это больше пахнет. Да, да. Это не запах пластмассы. Это, скорее всего, запах клея. А. Да. Получается, значит, в планах... Это, не знаю, какой-то аппарат нужен для того, чтобы... Нет, это все точно и делается. Это все вручную делается. То есть, я сделал прототип, мастер-модель. Сейчас она у меня сохнет. Я залил силиконом. Вот. И потом я извлекусь силикона. И уже в эту форму, которая была в силиконе, я буду заливать черный пластик. А, и все, ты просто заливаешь пластику, настывает приобрет... Ну, он холодный. Он просто застывает за счет того, что там происходит какой-то процесс, там, два компонента А и Б. То есть, непосредственно сам пластик и отвердитель. Они смешиваются, и происходит катализация и так далее, и так далее. Тоже, опять же, не вникал в процесс. И он затвердевает. Получается, ты просто в домашних условиях можешь сделать вот эту... Ну, это не дешево, но это быстро. Это прям удивительно. Я все-таки сейчас смотрю на эту камеру, не представляю, как... Ну, как представляю уже, как на нее фотографировать, но не представляю, как сделать так, чтобы это получилось. Ну, я еще сам боюсь. Если честно, я вот сейчас залил силикон. То есть, первые там отливки я посмотрел, вроде бы там затвердал силикон. Ну, надо как-то двигаться, надо как-то развиваться. Ну, когда ты что-то делаешь постоянно... Ну, когда ты делаешь одну и ту же модель постоянно в течение нескольких месяцев, она тебе начинает надоедать, и ты просто начинаешь психовать, тебе уже не хочется с ней работать. И у меня уже таких моделей было, ну, то есть... Много. Очень много. Очень-очень много. То есть, я там... Редко какая модель у меня выдерживает серию там в 30 штук. То есть, после 30 штук я начинаю сходить с ума, мне это все начинает бесить. Надо как-то развиваться. Ну, и как-то так происходит, что после того, как мне надоело что-то старое, я придумываю что-то новое и реализую. В этом есть движение. Ты сказал, что сейчас больше людей интересуется пинг-холл-фотографией. То есть, в принципе, камеры заказывают достаточно часто, да? Ну, я бы не сказал, чтобы очень часто, особенно в последнее время. Ну, иногда заказывают. Иногда бывает. Слушай, это прям... Я не могу вот от этого чуда отойти. А скажи, пожалуйста, как твоя страничка в интернете звучит? Может быть, кто-то из наших зрителей заинтересовался и хотел бы, может быть, познакомиться с камерами, приобрести для себя... Я есть в Инстаграме. В основном представлены в Инстаграме. Наиболее широко, скажем так. Мне продиктовать. Да. Ну, не продиктовать, можно просто озвучить, чтобы на слух, потому что мы внизу все равно оставим ссылочки. А, ранится камер... Так. Блин, вот. Это должно будет вырезано быть. Дело в том, что я... Ранится камерос... Ранится камерос? Наверное, так будет звучать. Ранится камерос. Ну, вот ранится. Ранится всем понятно. Камерос тоже, в принципе, всем понятно. Ну, мы все равно размещаем внизу ссылки, но на всякий случай, если вдруг где-то что-то... Кто-то на слух воспринимает, кто-то, может быть, не может перейти по ссылке, поэтому... А, ну да. Ну да, у меня произношение такое. Ну, я немецкий учил. Ну, я надеюсь, что это будет понятно. Поэтому у меня с английшим так себе. Хотя я его больше понимаю. Вот. Ну да, можно зайти, поинтересоваться там... тем, что я произвожу. Ну, кроме того, я там еще иногда вывешиваю фотки, которые получаются с фотоаппаратов. Кроме того, что я продуцирую эти камеры, да, я их изготавливаю, я еще иногда ими фотографирую. Раньше у меня было такое правило, что я постоянно перед каждой продажей должен был камеру еще прогнать. У меня были там заказы, там, допустим, 12 кассет. сделать 12 снимков на пент-холу в течение дня это тяжело. Приходишь потом уже домой, тебе еще надо проявить, тебе уже ничего не хочется. Просто такой ты выжатый. А тем более в таком городе, как Брест, надо понимать, что такой город, как Брест, с его архитектурой, с его особенностью, что архитектуре в лучшем случае около 100 лет, определенным архитектурным объектом, то фотографировать особо как бы очень быстро становится нечего. Ну и приходится извлочаться, что-то в действии фотографировать или, допустим, фотографировать людей. Ну, как-то так. Ну, вот я с ним, думаю, да, особенно интересно познакомиться. Получается, все-таки в итоге ты из любви к фотографии пришел к любви к камерам? Я всегда любил камеры. То есть, нет, ну... Ну, да, наверное, вы правы. Наверное, да. Нет, любовь к фотографии пробудила у меня, наверное, любовь к камерам, которые я делаю. Потому что нельзя не любить то, что ты делаешь. Наверное, так. Потому что если бы я не любил это... Ну, все, это бы закончилось, наверное, в течение месяца, может, двух. Может быть, больше немножко пострадал бы. А как бы ты обозначил, что ты даешь людям своей деятельностью? Вот что для тебя в ней особенно важно? Для людей, что я даю? Да. Что я даю для людей? Сложно сказать, что я даю для людей. Ну, наверное, я им даю возможность проявить себя как фотограф в пин-холле, а не в стандартной, цифровой, или там, стандартной пленочной фотографии. Ну, вообще, сложный вопрос, что я им даю. Наверное, я у них немножко даже забираю. Ну, нет, вот Даю же сказал. А еще тогда вопрос. Вообще, люди приходят в пин-холл для чего? Ну, то есть, здесь какие-то, может быть, особые эмоции, интересно, потому что это нестандартно, еще что-то. Ну, я думаю, что люди в пин-холл в основном приходят уже с каким-то багажом знаний из классической фотографии. То есть, когда у них есть представление о том, что, как, где работает, но хочется чего-то такого эдакого. И вот, вуаля, бам, это эдакое есть. Очень просто, очень банально и не банально одновременно, очень противоречивое. Пин-холл очень противоречивое явление в фотографии, потому что парадоксальное даже, я бы сказал бы, потому что, несмотря на то, что пин-холл, по сути, это есть первокамера, то есть, пин-холл, это же камера обскура, это же стеноп, это все синонимы. Но наряду с этим это является, пин-холл является и таким контракультурным явлением, что ли, или как это бы сказать, так, противоречившим современной фотографии. Наверное, так бы. Наверное, да, наверное, вот так вот будет правильно. Ну да, это однозначно, и ты даже не назовешь шагом назад, несмотря на то, что это первичность карьеры. Я могу объяснить, почему случилось так, почему люди возвращаются к пин-холлу, потому что люди наелись этой стерильной цифры. Что бы кто ни говорил, но цифра, она выдает идеальное изображение, несмотря на то, там, качественная эта цифра, там, D400, как у меня, или там уже сейчас, не знаю, что там, какие там M-модели пошли у Кэнона, и там у остальных производителей беззеркальные и так далее. Цифра становится все более и более идеальной, и все более и более стерильной. И на таком вот без... в стерильной воде ничего не заведется. и вот люди хотят немножко этой грязи попробовать увидеть ее, прочувствовать ее, поучаствовать в этом в конце концов. Ну и тем более, действительно, это с каждым годом становится все более и более и более и более популярным. Может быть, не в формате того, как раньше цифра становилась, мама, я хочу зеркалку, но тем не менее это становится популярным. Это круто звучит, и, в общем-то, я надеюсь, что кто-то нас сегодня послушал и тоже немножко приобщился и, возможно, захотел познакомиться поближе с пинхоллом и попробовать для себя в том числе. Спасибо тебе большое за сегодняшний эфир. Мне было интересно, мне было много непонятно, но вроде бы я разобралась. Ну, тут все гениально просто. Да, все гениально просто на самом деле. Круто, что есть такие вещи, что есть люди такие, которые там занимаются. Это интересно. Я не один, ну, может, я один, нет, я не один даже в Беларуси, здесь и в Минске есть ребята, которые делают камеры. У нас все больше, но ну, как-то прогрессируем, развиваемся. Да, это тоже круто, что такое интересное направление развивается, есть возможность выразить себя нестандартным способом и попробовать, как фотографа, который был у истоков этого вида деятельности лет так, 150, наверное, назад. Ну, да, наверное, немножко больше. Можно и больше, да, 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 кто там первый, я не помню уже, кто первый придумал. Я не знаю даже был, кто первый, но только могу сказать примерно время. Слушай, круто, да, спасибо тебе большое, друзья, до новых с вами встреч и надеюсь, вы посмотрите, какие классные фотки получаются на пинхолл. Ссылочка будет внизу. До новых встреч, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok